Мои года, мое богатство. Как нельзя лучше, это выражение применимо к долгожителям, когда на праздничном торте придется задуть целых 100 свечей. Вот у Люберчанки Валентине Темнову исполнился век и еще один год. В гости к ней и ее семье приехала наша съемочная группа, чтобы побольше узнать о ее жизни и секретах долголетия. Валентина Темнова родилась в семье рабочих 7 февраля 1917 года. У родителей было пять детей и все девочки, из которых Валентина Яковлевна была самая младшая. Своё детство и молодость она провела в постоянных переездах по разным городам и занимаясь при этом любимым делом. Была эвакуация Коломбинского завода, всех выехали. Я после библиотечного института должна была ехать по назначению. Я работала в лаборатории, работала в этом, где попала, короче говоря. А потом в 1944 году какой-то был конкурс в консерваторию Свердловскую. Нижний Тагил, Коломна, Свердловск, Львов, Держинск и, наконец, Тамилина. Там Валентина Темнова в 90-м году устраивается в Люберецкий дворец культуры преподавателем, где в итоге проработала более 20 лет. Наверное, в 90-м году я начала преподавать. У меня были сначала отдельные группы. Сначала мы работали, правда, мы работали с Рыжиковым. Я начинала работать, мы пели с ними, и это рассказать, объяснить. Не могу, и Рубина, еще и Зофер показывали, а Траське. И Рубинштейна ночью, много мы с ним работали. Такая полная жизнелюбия и оптимизма. Даже после двух тяжелых операций. Она не утратила эти качества. А Валентине Яковлевне близкие говорят, как о легкой на подъем, упорной и, самое главное, любящей. Если мы только из школы идем, одни до дома, она говорит, ну почему вас никто не поважает? Нас очень часто родители оставляли с сестрой, и она с нами играла в «Бабки-юшки». Это был самый веселый, классный вещь. Мы ставили два кресла вот так вот и бегали вот так восьмеркой, она займёт. За свои человеческие качества, за любовь и преданность оперному пению, за сто с лишним лет она собрала вокруг себя много благодарных ей людей. Ученики по сей пору к нам приходят в дом, вот и на столетие, и в 101-й год. Вот все пришли в здравие, как всегда пели, веселились и очень благодарили бабушку. Она путешествовала по всей стране для того, чтобы поднимать культурный уровень населения. Она рассказывала о том, что такое оперное пение, и показывала, как это делается. Потому что пение – это фактически духовность, это красота, а жизнь должна быть красивой. Вечерний зон, как много дом нападет. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.